Наверное, у каждого из нас есть знакомый, которые с наступлением весны ходят с красными слезящимися глазами и постоянным насморком. Эти знакомые объясняют такое свое состояние одним словом, аллергия. Но на свете, кроме общеизвестного поленоза, существует масса разновидностей этого коварного заболевания. О, факт. Благо, этот вид аллергии не очень распространен, иначе человечество давно бы прекратило свое существование. Ибо реакция проявляется в достаточно неприятных формах. Лихорадка, отечность, рвота, приступы, астмы. Все эти симптомы возникают у женщин после интимной связи. Примечательно, что аллергия может возникать не на сперму, а конкретного полового партнера. Данный вид аллергии поддается лечению, но если проигнорировать обращение к врачу, может привести к более серьезным заболеваниям. Казалось бы, аллергии на сперму можно избежать, прибегнув к общеизвестному средству защиты, презервативу. Это так, но только при условии, что человек не входит в 6% населения планеты, которые страдают аллергией на латекс. Кстати, этому виду аллергии подвержены как мужчины, так и женщины. Основные симптомы – жжение зуд, кожные высыпания. В самых сложных случаях может даже проявляться отек половых органов и даже анафилактический шок. Педицинское обследование в этом случае будет очень кстати. Иногда аллергия может возникать из-за смазок, красителей и ароматизаторов, которыми изобилуют современные презервативы. В этом случае проблема решается переходом на другую марку или производителя. Если же все-таки выяснится, что организм реагирует именно на латекс, можно просто использовать иной метод контрацепции. Интересно, смог бы Рокфеллер стать миллиардером, если бы страдал аллергии на деньги? Да-да, и такой вид аллергии существует. На самом деле зуд, сыпь и затруднение дыхания вызывают не сами по себе купюры и монеты, а материалы и вещества, из которых они изготовлены. Например, в сплавах для изготовления монет некоторые страны используют никель, а относительно банкнот аллергия у некоторых людей может вызывать защитная краска на купюрах. Хорошо, что мы живем в век технологий, когда без контакта с деньгами обойтись возможно при помощи пластиковых карточек. Но некоторые люди воспримут мой последний совет с горькой усмешкой, потому что они страдают аллергией на технический прогресс. Сразу же отметим, что данный вид аллергии поддается успешному лечению. Причиной этого заболевания является не прогресс как таковой, а его производные, разнообразные излучения, которые исходят из бытовой техники. Электромагнитная, блютуз, вай-фай. Следует понимать, что источником этого вида аллергии, который вызывает головные боли, боли в суставах, ухудшение зрения, могут быть не только компьютеры и мобильные телефоны, но и привычные обитатели наших домов, холодильники, тостеры, стиральные машины и даже утюги. Еще одной разновидностью аллергии, которая есть следствие технического прогресса, аллергия на пластик. Этот материал все больше входит в нашу жизнь. Посуды, игрушки, предметы интерьера и мебели, сантехника и даже окна. Люди, страдающие аллергией на пластик, в чистом виде встречаются крайне редко. Чаще аллергеном выступает не поливинил, хлорид, а всяческие добавки к нему в виде красителей и закрепителей. Тем не менее, если через пару часов после контакта с пластиковым предметом обнаруживается ренит, кашель, першение в горле, следует попытаться выяснить источник аллергии, чтобы свести последствия к минимуму. Потому что пренебрежение данной меры предосторожности может закончиться даже анафилактическим шоком. Некоторые молодые мамы замечали, что у их деток проявляется аллергия после грудного вскармливания. Они ошибочно считают, что это аллергия на грудное молоко. На самом деле это не так. Виновником аллергических реакций на самом деле выступают продукты, которые накануне употребляла мать. Чаще всего такую аллергию вызывают молоко, рыба, арахис, яйца, шоколад, цитрусовые. Достаточно маме начать правильно составлять собственный рацион питания, как у ребенка исчезнет и аллергия после вскармливания. Исключением могут быть только врожденные заболевания ребенка, которые обуславливают непереносимость молочных продуктов. Но эти болезни не относятся к аллергиям. Всем известная формула здоровья – солнце, воздух и вода. Но не всем она полезна. Аллергия на солнце или фотодерматоз наблюдается почти у 20% жителей нашей планеты. Как правило, покраснение кожи, сильный зуд и появление пузырьков чаще всего возникают у людей со светлым типом кожи и маленьких детей. Спровоцировать аллергию могут также некоторые виды лекарств – барбитураты, антибиотики, ибупрофен, аспирин, оральные контрацептивы. Аллергия на холодный воздух тоже встречается довольно часто. Как правило, этот вид аллергии проявляется в виде покраснения кожи, зуда и отечности тех частей тела, которые оказались под воздействием низкой температуры. Нередко эту аллергию путают с ветрянкой или крапивницей. На самом деле, заболевание достаточно серьезно по своим последствиям – обмороки, шоковое состояние и даже летальный исход. Именно это следует помнить при обнаружении первых признаков аллергии на холод, поскольку консультация у специалиста – лучшее решение. Особенно, если этот тип аллергии обнаружился у ребенка. А вот обычная вода действительно может быть сильным аллергеном. В мире зафиксировано 35 случаев аллергии на любую жидкость. Привычная для всех гигиеническая процедура купания для этих людей превращается в настоящую пытку. Даже стакан воды вызывает покраснение, зуд и сыпь кожи, а также отеки слизистых. Кроме этих 35 людей, частые случаи аллергии на воду, вплоть до случаев ожогов от воды комнатной температуры, наблюдаются у жителей стран, где доступ к воде ограничен природными условиями – Африка и Индия. Пищевой аллергии в наш век никого не удивишь. Но что делать, если аллергия на все, без исключения, пищевые продукты? Кажете, не может быть? Увы, в Австралии именно таким видом аллергии страдает пятилетний малыш. Его кормят при помощи зонда, который помещен в желудок и внутривенно. При этом дозы вводимых растворов не превышают 2-3 миллилитра, иначе у мальчика начинаются сильные боли и рвота. Я буду рад, как человек, страдающий аллергией всего лишь от укуса пчелы. Да, это на самом деле так. Если ты подпишешься на канал, а также сыграешь в новую игру «Правда или ложь» и посмотришь выпуск о 10 опаснейших ядах.